Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Вы знаете, вопрос о том, что почему люди, праведники, хорошие святой жизни, часто убиваемы и даже не просто убиваемы, а мучимы перед смертью. А вот люди, как говорите, нехорошие, плохие, они живут и даже иногда процветают, и Господь их не забирает с этой земли. Но все очень просто. Человек идет в Царствие Небесное тогда, когда он достиг максимального духовного уровня развития здесь на земле. Потому что Царствие Небесное гораздо лучше, чем земная жизнь. Неизреченно лучше. Не взыдя на око, не видя око и не взыдя на сердце человека, что готов Бог любящим его в этом Царстве Небесном. Поэтому для праведника закончить земную жизнь – это счастье, это радость, это торжество. Он получает венец, финал, приз, ради которого он жил. Как апостол Павел говорит, что совершил течение жизни, веру соблюл, и теперь имея желание, разрешитесь и со Христом будете. То есть быть вместе с Богом, вместе со святыми. Там, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, как мы поем в службе злопокойной, то, что здесь есть и болезни, и печали, и скорби, и воздыхания, и настроения, и гонения. Там в Царстве Небесном радость со Христом. Поэтому чего что-то скорбить. Праведник идет Богу, идет вечную жизнь, вечную радость – это радость. А те люди, которые… Почему его мучают, почему его убивают перед смертью? Ну, потому что Господь хочет еще больше радости, Ему вечности. И, как Церковь нам рассказывает, мученической кровью умываются многие грехи. Человек, о котором не успел и поисповедоваться, в которых и раскается в земной жизни. А грехов у нас у каждого очень много. И человек, который претерпел мученичество за Христа с благодарением, А мы знаем многих мучеников, как и Христос, молившийся за своих убийц, Господи, прости, мне ведают Бог, что творят, добровольно предававшихся в руки мучителей, не прятавшихся от мучений, как, например, Корнилий Сотник, или апостол Петр, и многие-многие-многие другие. Они не бежали от смерти, не прятались, а прямо вот шли на эти мучения, чтобы быть со Христом и получить мученические венцы. Поэтому их мучили, они являли любовь к своим учителям и получили еще большие венцы, еще большую награду, которую, может быть, не достигли бы даже за всю свою жизнь эти люди. Получили вот сразу в процессе этих страданий и мучений. А те люди, которые, как в рейте, плохие, хотя я хочу вам сразу сказать, плохих людей не бывает, есть разные обстоятельства сложные, в которых люди показывают свои нехорошие стороны, и люди, которые показывают нехорошие стороны в одних обстоятельствах по отношению к одним людям, к другим они показывают хорошие стороны и являют любовь и добрые какие-то качества. Поэтому люди все добрые, все хорошие, но есть разные обстоятельства. И этим людям Господь дает шанс на покаяние, на то, чтобы они исправились в этой земной жизни. Многие из них исправляются, потому что церковь молится за всех. И родители молятся, и дети, и мужья, и жены молятся за своих мужей, и детей непутевых, вымаливают их. И люди меняются, и тоже многие из них идут в Царство Небесное. Зачем же их убивать, если есть надежда на спасение? Поэтому Господь, Он премудро каждому дает и жизнь, ровно настолько, насколько ему нужно, и смерть. Есть финал нашей жизни, это не ужас, не кошмар, а таинство, которое всегда есть благо для человека, смерть всегда есть благо. Даже для грешника, смерть благо, потому что грешник, его земная жизнь останавливается для того, чтобы он еще больше не набрал бы грехов, и еще больше не мучился бы в аду. В аду же есть много уровней разных. И если человек грешник, если уже нет надежды на спасение, он все больше и больше поражается в ад уже в этой земной жизни. Поэтому, когда он умирает, он уже перестает здесь, на земле, грешить, и все больше разрушает свою душу, уже идет какое-то вечное определение. Поэтому смерть для всех благо. Надо к этому относиться, к смерти, как воле Божией, которая должна произойти и в моей, и в вашей жизни, и всех нас. И старайтесь почаще сподобиться причащаться, чтобы постигать прямую норазь Божию, читайте святых отцов и Евангелие, Библию, чтобы открывать для себя вот эти тайны Божии, которые Господь нам открывает. Помоги вам Господи. Помоги вам Господи.